Будем на связи РФ предлагает ввести единые тарифы на звонки в Еврозес. Правительство РФ активизирует работу над отменой рауминга между странами Евразийского экономического союза, Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов на совещании у главы Кабмина Дмитрия Медведева. В текущем году планируется подписать соглашение о создании единого тарифного пространства на услуги связи. Соответствующий документ, внесенный Россией, прорабатывают на площадке Евразийской экономической комиссии. Ранее председатель правительства подписал постановление, которое закрепляет в правилах оказания услуг телефонной связи отмену внутрисетевого рауминга в стране. Его отменяют с 1 июня, однако сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы. Законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Республику Крым. Трафик пошел в рост, россияне платят больше за связь. При этом телеком услуги в России значительно дешевле, чем в Европе и Северной Америке. Надо выходить на единые стандарты оказания услуг, включая отмену внутрисетевого рауминга, как, собственно, и готовиться к переходу на внедрение связи пятого поколения. «Это очень большой, дорогостоящий, серьезный проект», — сказал Дмитрий Медведев. «Готовиться к нему надо, мы у себя уже приступили к такого рода работе. Но с учетом того, что мы создаем единое экономическое пространство, оно создано фактически, просто мы его раздвигаем, что называется, надо думать и о том, чтобы связь 5G заработала и в формате Евразийского союза». Согласно программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие сети связи 5G должно быть обеспечено к 2024 году во всех крупных городах России с населением от 1 миллиона человек. В настоящий момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для сети диапазон 3,4-3,8 ГГЦ, но он пока занят другими пользователями, в основном военными и спецслужбами. Потребуется время на его высвобождение. Минкомсвязь рассматривает создание единого оператора 5G как наименее затратный вариант. По оценкам ведомства, расходы бизнеса на запуск 5G в городах-миллионниках к 2024 году могут составить 54-55 миллиардов рублей, тогда как без консолидации или при частичном объединении ресурсов 110-161 миллиард. Первоначальная концепция развития сетей 5-го поколения была разработана в конце 2018 года в ГУП «Научно-исследовательский институт радио». В Крыму заявили о готовности запустить международный рауминг. ФАС, в свою очередь, выступает против создания единого оператора. Антимонопольщики предлагают дать возможность российским провайдерам заключать соглашение о совместном использовании тех или иных диапазонов частот, чтобы совместно развивать 5G-технологии в России. При этом сами частоты следует выдавать конкретным компаниям, а не единому оператору, создание которого монополизирует рынок. Предложения Минкомсвязи могут привести к повышению цен на допуск к сетям для сторонних фирм. Также это приведет к трудностям в работе на базе новых сетей и операторов, не вошедших в консорциум. Помимо этого, Минпромторг разработал проект целевой программы развития производства промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в Российской Федерации на 2019-2024 годы. Документ предусматривает, что за это время на покупку отечественного оборудования для сетей 5G будет потрачено около 28 млрд. рублей, 16 млрд. рублей из федерального бюджета и около 12 млрд. рублей из внебюджетных источников. Предполагается субсидировать производство оборудования для мобильных операторов из России и стран Еврозес. Продолжение следует...